К полезному занятию приучила свою собаку, жительница Твери. Её питомец умеет приносить не только брошенную палку, но и обычный мусор. Причём тут же отправляет его прямиком в ближайшую урну. Наша съёмочная группа выяснила, откуда у горожанки её четвероногого друга такой европейский подход к борьбе за экологию. Инна Пшеничная почти всё своё детство провела в Прибалтике, а также за границей. Там, среди прочего, на неё особенное впечатление произвело экологическое воспитание местных жителей. Например, тех же восточных немцев, которые даже фантик или сигаретный окурок никогда не бросят на асфальт. Обязательно есть какие-то маленькие контейнеры в сумочках. Куда ты положишь жвачку, тот же бычок спрячешь. И мусорки очень скрыты. Они настолько красивые. Туда даже приятно подходить, выкидывать мусор. Но в основном это в контейнерах у себя, в сумочке. Там же она впервые столкнулась и с раздельным сбором мусора. В Твери она тоже его практикует, тщательно сортируя бытовые отходы. Однако этого Инне показалось мало. И она решила привлечь и свою собаку Берту. В итоге та научилась по команде брать в траве, например, обёртку от шоколада и нести её до урны. Да, молодец. Давай, неси мусорку. Давай, скорей. Ай, молодец. Инна признаётся, что такая дрессировка заняла немало времени. Это очень сложная команда. Команда нести, команда выплюнуть, команда встать на какой-то предмет лапами. И когда это уже соединяешь и меняешь вот все эти сложные команды в единое. Выброси мусор. Или говоришь, смотри мусор. И она понимает, что это мусор. Этот пример европейской сознательности заинтересовал даже компанию Тверь спецавтохозяйства. Там отмечают, что в городе подобных людей становится всё больше. Экологически настроенные люди, экоактивисты, неравнодушные, с активной жизненной позицией, они тоже убирают мусор под лозунгом «Это не мой мусор, это моя планета». Инна также подтверждает эти слова. На аллее в Мамульна она не единственная, кто так щепетильно относится к каждому фантику на газоне. Однако хозяйка умницы Берта мечтает, чтобы и все тверичане начали жить с лозунгом «Это не мой мусор, но это моя планета». И стали бы убирать, если уже не за другими, то хотя бы просто за собой.